Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова предлагаю уделить несколько минут и проанализировать ситуацию, сложившуюся в фундаментальном порядке за вчерашнюю торговую сессию. Будучи теми трейдерами, которые стараются делать большую ставку на новости, разумеется, мы анализируем основные события, копим фундамент, транслируем на будущие инвестиционные идеи, корректируем, если есть в этом необходимость. И, в общем, придерживаемся прежнего взгляда, что новости являются одним из основных триггеров и актуализаторов для всех финансовых рынков. Сегодня, как и всегда, разберем мы наш традиционный набор активов. Начнем с нефти. Сразу хочу отметить повестку, которая будет более скромной, чем в рамках вчерашней торговой сессии, поскольку сегодня у нас есть несколько отчетов по штатам. Индекс цен производителей заявки на последовательные заработки, то есть, если американская статистика, у нас есть конкретное время в 15.30 по московскому времени. В 17.00 состоится второй день выступления Джанет М. Эйгелем в Конгрессе. И, собственно, вчера она очень много наговорила, и мы вернемся, условно, к этой теме. Я снова предложу вам ряд тезисов. Думаю, что те, кто имел в какой-то формате возможность следить за ее вчерашним выступлением, либо уже ознакомился, в принципе, с тем, что было сказано, согласятся со мной, что ее риторика не то чтобы была сверх жесткой, но ни грамма, никакого намека на мягкость точно не было замечено. То есть, Джанет М. Эйгелем повторила, в принципе, то же самое, что было отмечено ранее. Поговорим про это. Жесткая монетарная политика актуальна для ФРС. И доллар, собственно, должен, так же, как и прочее, ввести хотя бы в одно повышение процентной ставки еще до конца этого года. По нефти также у нас сегодняшний день будет интересным, ну, должен, по крайней мере, быть, поскольку сегодня мы сможем проанализировать доклады Международного аналитического агентства по общей ситуации с глобальным предложением. Собственно, завтра мы вернемся к нему и попробуем подытожить, в принципе, все. И ОПЕК, и последние доклады прогноза администрации аналитической информации, и мнение по тихой роли, которые обладает Международное аналитическое агентство. То есть, этим, по сути, будем закрывать неделю. Еще у нас статистика по Экерхьюз, традиционный пятничный релиз по количеству ничьих терминалов. Ну и останется у нас еще два, как минимум, важных события под конец недели. Это статистика по штатам, данные по индексу потребительских цен, на что мы обязательно делаем еще больше акцент, особенно в свете последних заявлений Джанет Йеллен. И ручные продажи, собственно, это статистика завтрашнего дня. Друзья, я советую хотя бы в отношении доллара пока что не отказываться от того, что этот актив должен стоить дороже. Мы видим, как настроения меняются, ситуация тоже меняется. Но повестка, обсуждение представителей ФРС и статистика, они все-таки располагают к этим покупкам, которых нужно пределиться. Ну ладно, поговорим о долларе. Давайте сначала вернемся к нефти, которая возобновила в соответствии с ожиданиями коррекционную динамику. Снова волна распродаж, правда. Она была остановлена на отметке 47,67. Но это уже не выше 48 долларов, где мы видим кодировки за день до этого. Сейчас курс нефти 47,74. Трейдеры, которые делали ставку на покупки этого актива, возлагали очень большие надежды на традиционный, очень важный, ориентир на в основе для нефти. Это отчет администрации аналитической информации по запасам нефти, по запасам бензина, дистиллятов, то есть нефтепродуктов в целом и объемы добычи нефти в США. И вопреки ожиданиям покупателей, эта статистика не смогла оказать им должную поддержку. Хотя мы сейчас, безусловно, разберем по фактическим цифрам. Запасы нефти за прошлую неделю снизились на 7,6 миллиона. Против прогноза, который присутствовал на рынке, более скромные ожидания по снижению на 2,6 миллиона. При этом стоит отметить, друзья, то, что запасы в совокупности сейчас в штатах снизились уже ниже 500 миллионов барлей. Это значение, которое мы не видели, в принципе, очень давно. Это впервые, ниже 5-хатки мы оказались за, по-моему, 8-9 месяцев. Но это все равно очень высокий показатель, который указывает и подтверждает наличие сверхизбыточного предложения. Почему сейчас запасы резко снижаются? Не забывайте, потому что мы говорим с вами про развитие, кульминацию летнего сезона. Сезона, когда традиционно растет активность авторюбителей, когда повышается спрос на внутреннем рынке. И это приводит к тренду летнему, даже с небольшим заходом на осенний период, когда запасы снижаются. Если вас интересуют исторические, скажем, реалии вот этих отчетов и есть ли такая связь с сезоном, вы можете посмотреть в большом количестве экономических календарей, которые, помимо отчетов, актуальных на каждый день, дают еще сводку, опять же, обзоров за прошлый период. То есть можете проанализировать и лично убедиться в том, что запасы в этот период обычно снижаются. Но в любом случае, раз запасы снизились точно такой же сценарий, как мы анализировали с вами на прошлой неделе, запасы снизились и были это поддержки гонекции. Но нет, не выросло. Почему? Потому что параллельно запасным был вступлен еще отчет по объему добычи нефти в США, как и на прошлой неделе. И эта статистика смогла отвадить покупателей от рынка и придать больше уверенности в правильности действий продавцам. В частности, по объему добычи. Это очень влажный медвежий сигнал. Производство нефти в США за неделю выросло на 59 тысяч баррелей до общего показателя в 9,4. И если мы прибавим к этому показательству еще рост добычи за позапрошлую неделю, 88 тысяч, у нас фактически будет возможность и есть возможность говорить. Потому что за две недели производители нефти в Штатах увеличили добычу на 150 тысяч. Это практически треть всего производства, которое мы накопили за год. И логичный вывод, который следует. Неужели сланцевые производители создали нам какой-то прецедент, говорили о том, что активность будет снижаться? Неужели мы можем, исходя из таких цифр, делать ставку на то, что количество терминалов войдет в тренд нисходящих цифр? Неужели мы можем говорить о том, что прогнозы администрации энергетической информации весьма амбициозны по достижению очень высоких планов и показателей по производству до конца этого года будут не достижения? Конечно же нет, потому что эти цифры указывают на то, что Штаты будут сохранять за собой регион сверхпроизводителя нефти. Тем более, что им в полном нужде сейчас добывать больше, ведь они уже активно продают и экспортируют нефть. И вы помните, что план, который был обозначен администрацией Трампа, избавится от 280 миллионов партий, для того, чтобы покрыть хоть какую-то часть колоссального государственного долга. То, что сейчас резервы снижаются, они находятся на минимуме за последние 13 лет. Мы с вами об этом говорили и продолжим падать. Почему? Потому что на внутреннем рынке США нет проблем с предложением. И нет вообще никаких намеков на то, что при какой-то ситуации на рынке может возникнуть какое-то подобие дефицита. Поэтому рынок и дальше продолжат перенасыщать углеводородами. Мы об этом знаем, мы об этом говорим изо дня в день. И я думаю, что вот эта извечная за последний год тема уже убедила трейдеров все-таки рассматривать нет с точки зрения продаж, а не обращать внимания на краткосрочные импульсы и выставить на динамику, наблюдающиеся периодически. Друзья, дальше у нас на повестке, как я уже отметил, доклад Международно-энергетическое агентство и еще статистика Бейкер-Хьюса, которая будет замыкать неделю. В прошлый раз, в прошлом месяце Международно-энергетическое агентство сделало акцент на то, что сохранение высоких показателей нефтедобычи в США в Ливии и Нигерии станут причиной отсутствия каких-либо возможностей для разрешения проблем их перепроизводства. И, собственно, Международно-энергетическое агентство сообщило о том, что в 2018 году это тоже проблема будет актуальна. Я думаю, что за последний месяц не изменилось ровным счетом ничего. Лучше сказать, картина в целом усугубилась для предложения, потому что оно продолжает зашкаливать. Вот, собственно, в главном нефтяном хабе Европы, АРА, это, получается, Амстердам, Роттердам и Анкверпо. За прошлую неделю запасы выросли на 5,5 миллионов. Если мы посмотрим статистику по росту запасов нефтетерминала, то за прошлую неделю, точнее, за прошлый месяц, запасы выросли на 35 миллионов и на текущий момент превышают уже 208 миллионов. А общий показатель запасов мировой экономики больше, чем на 300 миллионов превосходит среднее значение за последние 5 лет. И это, невзирая на то, что мы уже полгода живем с таким понятием, как энергетический фактор, направленный на ограничение производства нефти. Резюмируем, друзья. Нефть сейчас хоть и восстанавливается, мы допускали то, что локальная реакция наверх, импульс, проторговка, интерес к активу, по факту таких отчетов, может. Но этим отчетам будет не под силу, чтобы сломать общий негатив, который мы накопили. Поэтому по нефти ставим на дальнейшее ослабление. Рубль 60.22 в целом. Закрепились мы выше поддержки 60. Я думаю, что лишь восстановление котировок нефти в район 50 и выше сможет снова позволить рублю оказаться против доллара ниже отметки 60. Но пока мы с вами этот сценарий не обозначили, сохраняем прежний взгляд от того, что фара будет двигаться в районе 62-63. Я думаю, что это железобетонный сценарий. Доллар и японская иена. Вчера центральным событием стало выступление Джанет Гиллен в конгрессе. В частности, что было отмечено Джанет Гиллен? Тезисная формулировка, которая сейчас расходится по всем заголовкам новостей, посвященным именно тематике торговли на финансах рынка. ФРС подтвердил постепенность повышения процентной ставки. Джанет Гиллен тоже отметила, что ставки будут повышаться в соответствии с актуальной экономической конъюнтурой. Джанет Гиллен отметила, что американская экономика на текущем этапе, на текущем этапе, это ключевое слово, не то чтобы ждут что-то в будущем, уже сейчас готова к тому, чтобы столкнуться с следующим этапом уристочения монетарной политики. И готова, чтобы ФРС начал постепенное сокращение баланса, ручина которого составляет 4,5 триллиона долларов. То есть ФРС будет продавать облигации, а ликвидность, которую получат за них, наличность инвестировать уже не будет. Джанет Гиллен говорила снова про рынок труда, отметил прогресс. И подчеркнула то, что не нужно зацикливаться на слабости экономического роста в первом квартале, потому что исходя из высоких темпов прироста заработных вклад, исходя из улучшения ситуации на рынке труда, потребительская активность будет дальше неплохо тащить американскую экономику. По инфляции последние показатели волатильны, исходя из временных факторов и временно точно такой же слабость у этого индикатора. Не нужно строить, опять же, иллюзии по поводу того, что несопотребительские цены неуклонно продолжат снижаться и окажутся ниже 1,5% или даже единицы. Сам ФРС даже не допускает подобных рисков и, напротив, видит возможности для дальнейшего роста потребительских цен в перспективе ввода, достижения целей в 2%. Что касается других комментариев по отдельным взятым секторам, компоненты нам не такие интересные. Мы получили намет на то, что ФРС будет оставаться на тропе более высоких процентных ставок, но вот реакция доллара, вы сами прекрасно видели, падение на 100%. И вот когда я вчера, сегодня анализировал статьи информации по поводу того, как можно оправдать снижение американца, вы знаете, мне было крайне интересно, что большинство, опять же, аналитиков ссылаются на то, что Джанна Келлин дала сигнал того, что ставка получена больше не будет. Ну, опять же, ну где же этот сигнал? Я думаю, что многие из вас тоже, вот даже помимо того, что я рассказываю, могли лично поспеть за этим новостным фоном. И неужели вы тоже увидели в том, что было рассказано Джану Келлин, намеки отказа от жесткой монетарной политики? Если да, друзья, тогда я приглашаю вас на канал на Интубе, чтобы вы высказались по поводу того, где были обозначены эти сигналы, но и обозначили свое видение того, что будет с монетарной политикой дальше. В отношении американца. Сейчас я хочу предложить вам еще один позитив, который присутствует. Этот позитив связан с тем, что Сенат оказался идти на каникулы в ближайшие недели, точнее, для того, чтобы закрыть вопрос с очень насущными, наболевшими вопросами, касающимися реформ и преобразования экономики. Прежде всего, речь идет о реформе здравоохранения. Считается, друзья, что в ближайшие месяцы-полтора эта реформа все-таки будет протащена. За нее проголосуют республиканцы, которые раньше выступали против, поскольку очень неплохо она и сильно была доработана в целом. И мы помним то, что для нас, как для трейдеров, обращающих очень большое внимание на преобразование американской экономики в соответствии с обещаниями Трампа, эта реформа имеет сакральное значение, потому что она будет предварять возможность для будущих реформ в области налогов, бюджетных трат и регулирования финансового сектора. Я думаю, что это потенциальный позитив, который мы должны иметь в виду торговый доллар. И если действительно в этот раз все-таки речь дойдет до принятия этого законопроекта, у нас будет второй серьезный кодзик, помимо ожидания более высоких процентных ставок, не отказываться от роста доллара. Американец на текущий момент снова торгуется на отметке 113. Мы не смогли так быстро добраться до нашей с вами цели 115 иен против доллара, но еще не вечер. У нас впереди два очень сильных отчета. Надеюсь, что они смогут хоть как-то привить больше интереса к доллару против иены и поспособствовать сохранению восходящей динамики. Евро против доллара скорректировалось вчера с локальных максимумов. Сейчас копировки 1.1434. Идем мы к поддержке 1.14. Каких-либо интересных событий не произошло. Единственное, что мы можем готовиться к заседанию Европейского центрального банка на следующей неделе, где будут обсуждать моментарную политику, ситуацию с инфляцией и потенциальную, конечно же, нормализацию этого курса, который сейчас говорят все, кому они дырят. Я еще раз повторяюсь, друзья, что будущее заседание ЕЦБ будет иметь немоверное важное значение, потому что ЕЦБ видит, какие настроения на рынке уже накоплены перед столь важным событием, видит, почему трейдеры предпочитают покупать евро, потому что верят в то, что ставки будут получены, программа количественного смягчения, соответственно, сокращена. Но верить это одно, а, собственно, получить конкретные сигналы того, будет ли это или нет, совершенно другое. Вот как раз эти сигналы мы с вами и получим. Я думаю, что вся риторика будущего Европейского центрального банка будет пронизана оценкой рисков снижения инфляции в перспективе в ближайших 10-12 месяцев. И думаю, что Еврозона в лице Европейского центрального банка не сможет не сделать акцент на то, что дальнейший рост обменного курса евро создаст еще большее давление на общий показатель инфляции. Поэтому, скорее всего, нужно уже хотя бы вербальное заявление, но притормаживать с ростом европейской валюты. Я считаю то, что уровень 1.15 – это был уровнем локального хая. Не хочу строить прогнозы относительно того, пробьем мы снова этот день или нет, точнее этот уровень. Но все-таки больше сейчас, исходя из фундамента, есть ожидания на коррекцию евро. Фонд против доллара. Вчера у нас статистика по росту зарплат. Как мы с вами ожидали, ничего хорошего из этого отчета мы увидите не должны были. Зарплаты снизились, точнее, темпы роста замедлились с 2,1% до 1,8%. При этом снижение зарплат будет очень сильно контрастировать с неимоверным ростом инфляции. В частности, за последние три месяца зарплаты просели уже на 0,5%. При этом инфляция находится сейчас на максимальных уровнях за несколько лет. Последний месяц – это 2,9% индекс потребительских цен в годовом поражении. Соответственно, как только у нас будет через неделю возможность взглянуть на новую цифру инфляции, она окажется еще выше, я в этом не сомневаюсь. Заместитель главы Банка Англии Бен Бродман вчера сообщил о том, что он не поддержит идею в ходе следующего голосования по росту процентных ставок, исходя из политической нестабильности, как следствие Бреслита, исходя из роста инфляции, которая уже многократно начинает зашкаливать и превалировать над ростом, собственно, заработных плат, и это, как следствие, скажется на потребительской активности и экономическом росте. Сейчас, друзья, у нас вчерашняя, точнее, торговая сессия – это еще один день, где мы смогли проанализировать важный фундамент и добавить его, опять же, в нашу общую копилку тех аргументов, выступающих против роста британца касательно доллара. И, может быть, надеюсь, что хотя бы вчерашние данные смогли убедить большее количество сейчас покупателей ни в коем случае не сохранять дальше длинные позиции, потому что фунд может облажаться, в своем смысле, в любой день, и распродажи будут также значительны. Дальше идем, друзья. Американский фондовый рынок по причине, опять же, сообщений о том, что Сенат, скорее всего, в ближайшие недели разберет реформу здравоохранения и проголосует за ее принятие как законопроекта, вдохновили трейдеров. Мы видели вчера рост американского фондового рынка, практически снова оказались в районе исторических максимумов по 2441 пункт. За год S&P вырос на 8%, при этом его коллеги, скажем так, NASDAQ показали еще больше результатов, то есть 15%. И, учитывая то, что мы еще не дошли с вами до самого мощного позитива, который должен, надеюсь, появиться в ближайшее время, это реформы Трампа появиться на повестке нашего обсуждения, американский фондовый рынок может забраться еще выше. Но прежде чем приступать снова к покупкам, я все-таки рекомендую дождаться тестирования сопротивления 2450 пунктов. Золото у нас подросло на локальной слабости доллара, но сейчас те, кто строит такие тактические и стратегические ориентиры, видят это по золоту, считают то, что покупать этот инструмент явно не стоит, потому что единственное, что в последние дни оказывало хоть какую-то поддержку этому активу, так это снова политические вопросы, компромат лидеров Соединенных Штатов Америки, это вопросы, которые связаны еще с инфляцией, и вот эта локальная эскалация напряженности, которая идет еще, аухается от вопроса вокруг Северной Кореи. Ну то есть все вот эти события мы вроде бы как уже пережили, и даже сам рынок их особо не обсуждает сейчас. Я думаю, что золото уже потихоньку теряет тот интерес, который был привит к покупателям с ее стороны, и со стороны этого актива, точнее, и по мере дальнейшего укрепления американского доллара, американцам мы получим долгожданное тестирование поддержки 1200 долларов за актив, и, разумеется, будем ставить еще больше ослаблений. Ну и, друзья, хотел я завершить, собственно, важным и фундаментом, безусловно, как итоги уже прошлой недели, и, пожалуй, самым главным разочарованием вчерашнего дня, это решение Банка Канады по проценту листа. В частности, вопреки ожиданиям тех, кто видел предпосылки для отсутствия решения на столь раннем этапе, как сейчас, Банк Канады все-таки поднял процентную ставку на 25 базисных пунктов, на текущий момент она составляет уже 0,75. И то, что до этого мы с вами на ожиданиях видели, как канадец укреплялся, это одно, но увидеть рост канадского доллара на 250 пунктов, по факту решения, о котором все знали, это немного даже подбешивает в плане реакции и такой предсказуемости канадского доллара. На текущий момент, друзья, очень трудно строить предположение, куда заберется канадец дальше. Я поставил для себя вот сегодня, когда снова вернулся к терминалу, уровень 1,27 для пары USDCAD. Если канадец еще по причине резонанса на то, что событие снова уйдет в район этого рубежа или окажется ниже, но тогда уже торговля будет абсолютно бессмысленна, потому что такими стараниями рынок сможет завести актив в район 1,20. Почему бы и нет? Ведь в ходе вчерашнего заседания Банк Канады дал понять то, что не остановится на одном решении о росте процентных ставок и уже склонил трейдеров к тому, что следующее уже не за горами. Но была использована формулировка постепенной повышения процентной ставки, поэтому вряд ли Банк Канады пойдет на следующий шаг в ужесточении политики в сентябре, скорее всего это в октябре. Вероятность того, что ставку поднимут в октябре сейчас 61%, не знаю, насколько верить этой вероятности, стоит ли сейчас спикулировать на ней. Это решать вам, друзья. Но то, что канадский регулятор полностью проигнорировал те риски, которые мы видели с вами, это риски снижения цен на нефть, это риски снижения инфляции и так далее, собственно. Это большой вопрос. Я думаю, что все-таки нужно будет провести работу над ошибками и даже не нам, а самому канадскому регулятору дать понять, что не все так оптимистично в рамках национальной экономики, как может показаться на первом этапе. Но то, что они сейчас спровоцировали, конечно же, катастрофическую волатильность и сделали канадский доллар самым предсказуемым, на мой взгляд, инструментом для торговли за последние месяцы лет, это совершенно очевидно. Будет ли канадец сохранять эту роль дальше, я не знаю. Но, на мой взгляд, друзья, торговать парой USDCAD сейчас еще более рискованно, чем раньше. Думаю, что если пара окажется ниже поддержки 1,27, уже нужно будет плюнуть на нее и искать возможности для торговли и для заработка в других активах. Ну, или ждать, по крайней мере, чтобы канадец снова пришел в коррекционную связь с рынком нефти, а снижение цен на нефть напомнило бы о канадской экономике, почему этот сырьевой инструмент создает очень большие риски, очень исходящие динамики для экономических перспектив. И если это случится, я, разумеется, об этом вам расскажу. Друзья, по событиям этой недели, мы разобрали в начале брифинга, поэтому сейчас я больше тратить на это время не буду. Соответственно, остается только пожелать вам хорошей торговой сессии. Особо не нужно расстраиваться, потому что на рынке происходят иногда такие движения, которые не совпадают вроде бы как верно проведенным фундаментальным анализом. Самое главное, не нужно терять расположение духа, нужно сохранять позитивный настрой, готовиться к тому, что на рынке будет еще очень много возможностей, которые мы, как и всегда, будем пробовать использовать. И пользоваться для того, чтобы повысить и показать лепведь, и, разумеется, депозитов. Хорошие друзья, торговые сессии, если есть вопросы, безусловно, оставляйте их на форуме АМаркетс, а еще лучше на канале на YouTube. И не забывайте про большие пальцы, лайки, за которые отдельные. Всем, кто их ставит, огромное спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok